Уважаемый Александр Григорьевич, мы рады приветствовать вас в Минском государственном лингвистическом университете. И в знак глубокого уважения примите от нас эти цветы. Короче, Иньяс, да? Да. Спасибо, Башка. Владимир Багасович, был Иньяс? Был. Ну а что матерными словами обозвали? Это точнее, лучше или модно было? Ну была же такая мода переименовывать. Институт, стал университет. Добрый день. Они тоже хотели поприветствовать вас. Важаемый Александр Григорьевич, разрешите приветствовать вас в ведущем лингвистическом университете Минском государственном лингвистическом университете. Для нас, студентов МГЛУ, большая честь сегодня иметь эту уникальную возможность прямого общения с нашим президентом. Какая линия страна? Это было всегда вместе. Я объединяю. Это правильно. В знак особой благодарности мы перевели на 15 иностранных языков, которые изучаются в нашем университете, вашу цитату, которую вы адресовали молодежи на 4-м все-белорусском народном собрании. Вы сказали, патриотизм уверен в будущем своей страны и желание сделать ее лучшее. Вот главное, что должно быть у сегодняшней молодежи. Эти слова звучат актуально не только для белорусской молодежи, поэтому мы будем доносить эти слова молодежи разных стран на их языках. Позвольте подарить вам результаты нашего труда. Пожалуйста. Спасибо. Но вы не сказали, откуда. Я из Кидая, из Пекина. Прямо из Пекина? Да. Почти наш город. Мы уже там бываем часто, привыкли уже к этому. Беларусь, Минск. С Минска. Минчанка ты, да? Я из Турции, из Айдена. Я из Ливана, Берута. Я из Камеруна, Горадона. С Камеруна? Да. Ни разу не был. Но собираюсь туда. Я вас всегда шаю. Спасибо. Я туда, вас, будьте мне переводчиком там, согласны? Да. Все, договорились. Спасибо. Начиная с первого курса, мы реализуем модель концепции формулы успеха. Ты считаешь, 4 года нам достаточно, можно и меньше даже, или нет? 4 достаточно. Надо существенно менять формы обучения. Не то, что вот лекцию прочитали, вот вам текст, как у нас когда-то был, иди дома, переведешь, придешь, доложишь или в кабинете с наушниками посидишь. Это хорошо. Но это для начала. А дальше надо углубляться, чтобы язык знать. У нас три в этой точке зрения позиции. Первое, мы начинаем другой иностранный язык на базе английского. Второе, мы добавляем новые специальности, подготовка, например, по цифровой лингвистике, там, где к языковой подготовке добавляется квалификация специалист по использованию информационных технологий. Вводим новые профилизации, которых язык применяется в различных сферах реальной экономики. Еще одна болезнь. Каждый вуз хочет забрать под себя все. Не только там обучение иностранных языков, как у нас за границей. Ну там платят, там платят. Учись, учись всю жизнь, но плати. У нас же это за чей-то счет. Поэтому ты знаешь, что надо делать. Обрати на это серьезное внимание. Хочешь быть айтишником, ну, наверное, это не лингвистический университет. ГУИР. Основы пользования компьютером должны быть. У всех. Да, у всех. Жизнь такая сегодня. Компьютер, телефон и прочее. Но основные навыки при желании. Студенты желают все, так я понимаю. Можно и за полгода этому научить. Чтобы они не тащили на себя все эти дисциплины. Дорогий президент, по вашему поручению, по 73 специальностям уже в этот набор не будем набирать студентов по непрофильным специальностям по всем вузам страны. Для того, чтобы каждый занимался своим делом. Новый научный проект, который мы начинаем реализовывать с Китайской Народной Республикой по изучению национальных концептов Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Наши студенты на базе лаборатории автоматизированного перевода разрабатывают интерактивную карту достопримечательностей Беларуси на шести иностранных языках. И сейчас мы ведем переговоры с нашими центрами по изучению Беларуси в Китае. Слушай, я на французском, немецком, испанском шпарю, так что ты открой интернет, посмотри. В парламенте выступаю на всех языках. По искусственной интеллекту, конечно. Недавно Айсент разместила, там вброс сделала. Тоже внимательно посмотреть, интересно. Надо сказать, что искусственный интеллект, конечно, в переводческой деятельности многое забирает на себя. Но человека, мне кажется, из этого процесса нельзя исключать. Пока да. А дальше никто не знает. Поэтому мы и говорим о цифровой лингвистике, чтобы мы готовили специалистов, которые помогут совершенствовать в этом направлении, в частности, технологии для перевода. То, что нужно, то нужно оставить. Министр это знает лучше меня. Ну, а потом будем принципиально разбираться. Знаете, пришло время, чтобы человек думал о своем образовании, здоровье и прочем спорте сам. 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 Хочешь, пожалуйста, мы вот тебе открываем дверь. А просто сидеть здесь, мучиться там, из тебя там преподаватели что-то пытаются вытянуть, а ты не хочешь, наверное, это уже время ушло. Разделяю эту позицию. Есть проблема в том, что не всегда высоко мотивированы студенты, когда приходят. В этой связи мы выстраиваем систему ранней профориентационной работы в школе. Мы открыли школу юных лингвистов, переводчиков, китаистов, арабистов. Надеемся, что это поможет ребятам принимать взвешенные решения. Ну, да, это какой-то шаг, но не надо уповать на то, что мы решим эти все проблемы. Надо искать эти формы и мотивировать ребят, мотивировать детей. Никуда не денешься от этого. И главное, чтобы человек попадал туда, куда надо. Мне это объяснять не надо, потому что это вот перед вами яркий пример, когда я закончил вуз, хорошо закончил его, понял, что это не мое. И мне опять пришлось переучиваться, это катастрофа была. Но хорошо, что я понимал, что мне это надо. Но время сколько ушло, и это же затраты, поэтому надо четко ориентироваться на это.